Привет, приветствую снова, мои дорогие друзья и подписчики! Значит так, прежде чем вам начать показывать мой сегодняшний большой блог, я хочу вас поздравить всех-всех-всех со светлым нашим религиозным праздником Рождеством Христовым, всем любви, счастья, здоровья, мира и всего самого классного! Всех-всех наших, кто празднует наше Рождество! И второе, я хочу поздравить мою двоюродную сестренку, Светланка, с днем рождения! Желаю тебе, так, 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 желаю тебе и желаю и мне, чтобы ты нашла себе, как говорится, жениха здесь в Италии, чтобы мы поближе друг к другу были, чтобы давай-давай-давай к нам! Короче, Светланка, еще раз с днем рождения и начинаю показывать вам мой сегодняшний блог. Приветствую, дорогие друзья и подписчики! Так, у нас 9 утра и там полный каток народу. Скорее всего, там какой-то класс приехал, потому что я видела преподавателей. Там одни молодые, ничего ж себе! 9 утра, еще огни горят, лучики, красиво! Так, я оставила свой Феррари снова у этого, дядечки охраняют меня! Значит так, я иду в Центральную почту. Ко мне или мне, или Никите, посмотрим, кому пришла открытка, скорее всего, от одного хорошего человека, от Юли. Так что, у меня не получилось получить ее дома, потому что из-за сына мужа, блин, как сказать, тупой парень, елки-палки, растет какой-то. Он ответил на звонок, но он, видать, не понял, что к чему. Я как раз спустилась в них тоже ответить. Он спрашивает, кто? Это почта, короче. Он, видать, не дослушал, что там почтальон сказал, и он думал, что это почта для всех. И он просто открыл дверь, чтобы тот почтальон вошел, как говорится, и оставил только общую почту. А мне же надо было расписаться, мне надо было спуститься, а он не дослушал. Ой, какой-то доехал. Короче, не получилось у меня получить, поэтому я иду. Поэтому я иду. Дядя смотрит. Поэтому я иду на Центральную почту, сегодня прогуляться. Как раз я хочу зайти на Центральный базар. Купить там кое-что хочу, еще один свитер купить длинный, потому что очень хорошее качество. Я в прошлый раз там купила. Всего 10 евро, очень хорошее качество. Я попробовала, постирала, и постирала, и погландила, и даже не изменился свитер очень хороший. Я поэтому хочу беленький. Да если я найду белого цвета, куплю. И хочу унты купить, какие-то простенькие дешевые унты для работы к моей бабуле. Вот это Центральная почта. Сейчас перебеси дорогу. Надеюсь, там немного народу, тем более я не знаю, куда мне к какому окошку подходить. Там их много окошек. Ну, я сейчас разберусь, посмотрю. Вот оно, такое большое здание. В нашем районе тоже есть почта, но маленькая, маленький отдел. Сюда для заказных писем надо идти, ехать в город, Центральную почту. Так, 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 так. Вот тут заходим здесь, смотрим, куда идти. Сейчас спросила, куда мне нажимать на У. Ага, вот она, третерокорреспонденция. 006 мой номер. Иду искать. 006. А, алло, алло, лей. Окей. Пока она не может найти. Хорошо, что немного народу. Сейчас сразу пойду на базар. Как так получу? Ну, тут потолок купол. Скорее всего, это старинное здание, старинная почта. Красиво. Красивая открытка прислала Юля. О, спасибо тебе большое, Юля. Сейчас я почитаю, что там написано. Выйду немножко на улице, потому что очень жарко. Но позже я ждала минут 10-15, пока она нашла эту открытку. Что мне Юля написала? Мне и Никите, скорее всего. Так, пусть новогодний Дед Мороз подарит счастье целый воз, здоровье крепкого в придаче, во всем задуманном удаче, мира, дружбы, счастья и ласки, чтобы ваша жизнь была как в сказке. Вау, спасибо большое, Юля. Очень огромный, огромный тебе итальянский граци. Короче, мне так приятно, если бы ты знала. И, ой, я хочу тебя, как это, похвалить. У тебя очень красивый почерк. Прямо наш чувствуется, наш почерк. Вот посмотрите, какой красивый почерк. Очень красиво Юля написала красивым почерком. У нас, кстати, отличаются почерка. Я когда училась, сейчас положу открытку в сумку. Так вот, когда я училась три года назад в итальянской школе, и там было очень много иностранцев, кроме нас, русских, украинок. У меня, украинок у нас там не было. Я училась с двумя русскими. Одна была с Нальчика, другая с Подмосковья. Ну, и я с Молдавии, как говорится. И там очень отличается почерк даже преподавательницы, и почерки других иностранцев, и почерки наших русских. Вот, даже преподавательцы постоянно, когда нас вызывали, кого-то из русских, к доске, чтобы мы писали. И мы писали именно красивым почерком, как это, не лати... Блин, как она называется? Письменными буквами мы писали. Не печатными, а письменными. Потому что очень много иностранцев пишут печатными буквами, и даже итальянцы непонятно на каком языке они пишут, ну, на какие буквы они пишут. То ли печатными, то ли письменными. Вот так вот перемешку. А мы именно письменными пишем так красиво. И она постоянно нас хвалила. Говорит, ну вы, русские, так красиво все всегда пишете. Ну, вот не даром. Вот наша школа есть наша школа. Да, у нас очень хорошая школа. Я помню, нас хорошо учили. Мне даже помню на младших классах. Мне ученица всегда завышала оценки по русскому языку, потому что у меня красивым почерком я писала. Ладненько. Мы... Так. Я иду в сторону Балазара. Вот там он находится. Сейчас я пройду мимо всех этих магазинчиков, мимо красивых зданий. Красивые старинные. Я здесь уже как-то снимала, когда гуляли с моей двоюродной сестрой. И сама. И там тоже красивые современные здания. Что это? Банк, не банк? А вот тут справа, это уже базар. Так, я туда иду. Сейчас перейду через дорогу. Ура! Сегодня открыто. Так, вот туда я иду. Последнее здание базара. Я уже знаю, какие ребята эти свитера продают. Какие-то арабы. Это мне... Пойду сейчас зайду. И налево в конце там. Кью-дре лапорта. Ага. Сама не открывается. Ладно. Так, пошли. Где-то там. Расстегиваюсь, потому что жарко. На почте запарилась вещи-вещи всякие. Скидки везде начались. Секон-хэнд тут. Вот этот белый свитер длинный, красивый. Но не знаю. Не буду там брать, потому что он качество не знаю какое. Там я уже знаю, какое качество. И они тепленькие такие. Светера. Все. Чего-то только нет. Ткани. Там в конце сейчас. О, вот есть они, есть они. Спрашивают, что кино делают. Да, да. Так, там в конце, в конце, в конце. Обе приколисты в ряд устроились. Что с этой стороны, наверху там. И с этой стороны. Греются, не знаю. Наверное, там на крыше тепло. Но я еще погуляю чуть-чуть. Я уже прикупила все, что мне надо было. Домой покажу. Еще погуляю и домой. Все, я прикупила все, что мне надо было, кстати. И даже то, что не надо было. Приеду домой, померю и все покажу. Я прохожу в магазинах. И, кстати, у нас тут уже начались во все скидки. Рождественские скидки. Новогодние. Не новогодние, а зимние скидки. Так, ну здесь пока нечего показать. Сейчас пойду мне в магазинах покажу. Ой, у меня две полные сумки. Я домой еду. Все, хватит. Мне уже деньги тратить на сегодня. Классно я сегодня пошопинговалась на базаре. Хожу мимо красивой елочки. Вот там почта. В той стороне базар. Я уже иду мимо красивой елочки. На прощание. Заснялась вместе с ней. И иду искать мой Феррари. Так, по пешеходной дорожке. 30% скидки тут. Есть даже по 50%. Есть даже 70%. Так что, кто хочет ехать на шопинг в Италию? Езжайте прямо сейчас, когда есть скидки классные. На все. На все, на все, на все. Какая благодать. На катке уже никого нет. Как в прошлый раз, когда мы с Катей были. Елки-палки. Жалко. Нет, сейчас с Катей поехали. Ну, я бы сама тоже с удовольствием покаталась бы. Но у меня полные торбы в руке. Надо домой ехать. Тем более, мне надо в один магазин еще за эти продукты кое-что купить. Ладно уже. Елки-палки. Если в этом году уже не успею, значит в следующем году. Все, поехала домой. Так, показываю. Первая моя обновка. То, что я хотела. Я нашла себе сапожки. Ну, это типа унты. Я не знаю, можно их назвать унтами или нет. Ну, это типа унты. Они очень легкие. На такой толстой подошве. Очень тепленькие. Очень удобные. Я купила их специально для ходить на работу к бабуле. Ну, не было, конечно, без этих всяких украшений. Всего 6 евро, кстати. 6 евро. Вот я и ходила померить. Очень хорошие. И всего 6 евро. Хорошо, что я вчера не купила. Вчера бы я купила за 17 евро. А сегодня за 6 евро я нашла. И вот я купила, там белый свитерок нашла. Правда, под низом там мальчика видна. Вот такой вот. И здесь надо шарфом, конечно. Потому что вырез тут широкий. Нашла я себе белый свитер тепленький такой. Я хотела белый. Чисто белый. Тут еще внизу какие-то кармашки. Не знаю, для чего. Для красоты, что ли. Вот. Вот у тех же арабов я купила. Ну, арабы продают. Но, так у меня волосы. Так. Ну, короче, это производство итальянское. Производство. Какая-то итальянская фабрика. Какая-то фабрика. Мода. Фабрика называется Мода. Шьет эти свитера. Италия продукт. Мэлли Ниталия. Фабрика Туни Италия. Какой город не написали. Вот. И, короче, арабы, видать, там скупают и делают бизнес и продают на базаре. Но хороший такой свитерок. Тепленький. Беленький. С белым шарфом. С белой курткой. Фирот за Родину. А так, это мои первые две обновки. Это что я хотела купить. Потом пойдет, что я лишнее купила. Потом я увидела вот этот свитерок. Я не знаю, что это. Длинный свитер или короткое платье. Оно не сильно теплое. Но оно тепленькое все равно. Оно трикотажное. Мне понравился вот именно дизайн. Как они сделали разрисовку. В общем, вот такое сзади. Красное все. Это надо, конечно, попробовать с черными плотными колготками и лосинами. Это не под джинсы. На мне сейчас джинсы. 12 евро. Вот такое вот я нашла. Это у других продавцов. Трикотажная такая. Повточка или платочка. Фик его знает. Но это то, что я не собиралась. Это то, что я лишнее купила. Ну, женщина есть женщина. Им надо что-то покупать, что им приглянется. Еще там же решила купить себе вот такие вот длинные теплые носки. Это как гольфы. Гольфы длинные. Я хотела себе такие тепленькие. Вот, чтобы длинненькие. И купила я, по-моему, 3 пары. 5 евро это стоит. И купила я вот такие вот тоже носочки. Они мне не нужны, но нужны специально, потому что здесь антишивала. Как это называется? Чтобы не скользить на столу, когда мы с Никитой танцуем. Я в носках и скольжу, и падаю. А эти, чтобы не падать, не скользить, чтобы не скользить, эти носочки там 3 евро всего стоят. Вот такие носки я прикупила. И сразу прикупила там сумочку. Тоже по дешевке. Была хорошая скидка. Я ее купила всего за 10 евро. Она такая простая. Это, скорее всего, не кожа. Это, скорее всего, простой дермантин. Я, конечно, не сильно разбираюсь, но видно, что это не кожа. Она хорошая сумка. Мне понравилось то, что, как говорится, в эту сумку влезет мой кошелек длинный. У меня же новый кошелек длинный. И влезет даже камера. А, я что? Они тут не убрали все. Тут их емуть. Ну вот, тут много отделений. Раз отделения, два отделения. Потом три отделения открываются. Ничего там нет. Все вытащили. И здесь не вытащили. Четыре отделения. В общем, внутри четыре отделения. И что мне нравится, что в длину вместится мой кошелек длинный. И камера. И это можно через пояс, через плечо вот так вот одевать, чтобы мне нравятся сумки через плечо. Чтобы было удобно. И здесь еще кошелек спереди или сзади. Ну, я думаю, я знаете, что хочу сделать? Я, наверное, как-нибудь украшу эту сумку. Я придумаю что-нибудь. Что-нибудь придумаю, чтобы украсить. Или какие-то камешки прицеплю. Или какие-то там... Ну, не знаю. Я посмотрю. Я подумаю. Вот такие вот у меня сегодня. Покаждение, обновки. И самое главное, самое главное, я поехала, чтобы получить вот эту вот открытку от Юли. Спасибо тебе, Юля. Снова огромное спасибо. Очень красивая открытка. Придет Никита. Я ему покажу тоже. А, Вера. Юля из Нефтекаменска. Нефтекаменска. А, привет, Нефтекаменску. Ну, все. Хорошо. Спасибо большое. И спасибо всем. И еще раз вас с праздником. Желаю вам всего самого-самого прекрасного и хорошего. Всем огромный, пламенный итальянский чао. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok